Переход на удаленку для налоговой службы – мера пусть и вынужденная, но вовсе не критичная. Все, что нужно налогоплательщику, есть в онлайн-сервисах и приходить лично вовсе не обязательно. А учитывая ситуацию с пандемией, наверное, даже и нежелательно. В самом крайнем случае, конечно, можно и прийти, но исключительно по предварительной записи через сайт налоговой службы. Хотелось бы все-таки обратить внимание рязанцев, что даже и эта возможность у нас перекрывается другой возможностью. Дистанционно работать с налоговыми органами. И в первую очередь, что касается физических лиц, то у них для этого есть полностью все условия. Конечно, это наш сервис – личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Получить доступ к нему очень просто. В первую очередь, хочу рекомендовать вход в личный кабинет с помощью учетной записи портала Госуслуг. А дальше все проще простого. Все данные по расчету с бюджетом, имущественным налогом и НДФЛ отображаются на экране. Ваша задача – просто кликать мышкой по нужным окнам. Прямо сейчас можно даже сформировать и отправить декларацию форму 3 НДФЛ. Ну а если уж вам обязательно нужно прийти, в инспекции показали пошаговые действия. Заполнить в форме необходимые данные, выбрать тип налогоплательщика, фамилию, имя, отчество, ИНН и адрес электронной почты. На адрес электронной почты придет виртуальный так называемый талон для записи, в котором будет уже непосредственно написано, в какую инспекцию, на какую услугу и на какое время вы записались. Для предпринимателей и юридических лиц вся линейка сервисов налоговой службы тоже доступна. Причем есть тут и свои особые условия. Например, новая предупреждающая опция – риск блокировки счета. Доступна она только в личном кабинете. В общем, бесконтактное общение, как говорят налоговые службы, сегодня лучший способ работы с налогоплательщиками. Максим Васильев, Михаил Азоткин, телекомпания «Город».